Счетная палата России сегодня сообщила, что по итогам проверки Федеральной таможенной службы обнаружилось, что в течение трех лет, с 2013 по 2015 годы, из России, как оказалось, было незаконно выведено свыше 1,2 триллиона рублей. В долларовом эквиваленте эта сумма, если пересчитывать по среднему курсу за три года, составит около 22 миллиардов долларов. Если сравнить эти цифры с данными по официальному оттоку капитала за три года, то тогда получится, что цифру официального оттока в 277 миллиардов долларов можно еще увеличить на 8%. Тогда получится, что за три года всего из России было вывезено почти 300 миллиардов долларов. В том числе из них 8% нелегально. Так возникает вопрос, а как с этим бороться? Конечно, первое, что приходит в голову, я думаю, первое, что придет в голову нашим чиновникам, это максимально ужесточить валютный контроль путем, соответственно, внесения изменений в валютное законодательство. Но, на наш взгляд, это будут неэффективные меры, потому что в результате ужесточения законодательства еще больше экспортно-импортных операций уйдет в тень. На наш взгляд, более эффективными мерами были бы не юридические, а технологические. В частности, если сейчас в России обсуждается вопрос о создании единой электронной базы данных для граждан, почему бы не создать такой же реестр для всех юридических лиц? И более того, государство уже сегодня над этим работает, пытаясь создать единую базу данных для федеральной налоговой службы и федеральной таможенной службы. Таким образом, государство смогло бы иметь более эффективный контроль за деятельностью юридических лиц, в том числе за внешнеэкономической деятельностью. Ну а для публичных компаний, на наш взгляд, очень важно укрепление политики диавшоризации, которая началась сравнительно недавно. Возможно, что такого рода меры не принесут немедленного эффекта. Но важно отметить, что любое повышение прозрачности операций публичных компаний повышает привлекательность их ценных бумаг, в том числе и для иностранных инвесторов. Повышение прозрачности деятельности компаний, в том числе внешнеэкономической деятельности, на наш взгляд, может способствовать в дальнейшем не оттоку капитала, а притоку капитала в России, в том числе иностранного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова